Привет, друзья! Сегодня мы с Ларисой приготовим для вас телятину Gordon Blue под малиновым соусом. Будет очень вкусно, не переключайтесь, давайте начнем. Для приготовления нам понадобится кусочек нежирной телятины, желательно вырезки. Далее понадобится ветчина и сыр. Сыр желательно использовать не кислый, то есть какой-нибудь типа эмменталя или дама. Для панировки можно использовать обычные панировочные сухари, но мы натерли мякоть батона. Не свежего батона, а батон, который пролежал там 2-3 дня, немножко уже начал подчерствевать. Мне такая панировка нравится больше, но можно использовать обычные панировочные сухари. Еще для панировки нам понадобится мука, кулина и яйцо. А вот для соуса самое интересное. Малиновый джем, кетчуп, красное сухое вино и, по желанию, перчик чили. Все ингредиенты, а также пошаговый рецепт приготовления двух шницелей вы найдете в описании этого видео. Для начала отрезаем два порционных куска телятины и отобьем их. Нам надо получить достаточно большие, плоские такие шницы, не знаю даже, как сказать, заготовки. Для того, чтобы по всей кухне не было нашим телятина, накрываем ее стрейдж-пленкой и начинаем отбивать. Вот такие вот получились у нас, ну, можно сказать, лапти. Тоненькие и практически светящиеся. Друзья, также это блюдо можно готовить из свинины и из банальной куриной грудинки. А первый раз, вообще-то, курицу кордонблю я попробовал в русском ресторане Швейцарии. И был уверен, что это русское блюдо. Такое название, это, если честно, единственное, что я разобрал в меню. Вот. А потом уже заморочившись, я разобрался, что блюдо вовсе не русское, а блюдо швейцарское. Имеет достаточно длинные корни. И, как бы, классически готовится именно не курица. А телятина кордонблю. В переводе означает, кстати, голубая лента, если кому-то интересно. Ну и вот, собственно говоря, понравилась мне очень курица кордонблю. Поэтому решили воспроизвести для вас блюдо именно в классическом. В классическом исполнении мы пробовали и курицу, но телятина мне нравится больше. Со свининой не пробовали, если честно, но уверен, что со свининой тоже можно. Смотрите. А, кстати, мясо. Я занялся перцем, заболтался. В первую очередь мясо. Мясо после того, как отбили, следует посолить и поперчить. И оставить мариноваться. Пока мы будем заморачиваться с соусом. Пусть оно напитается, немножко просолится и напитается запаха вкусного. Кстати, это камбоджийский красный перец горошек. Очень ароматная штука. Так вот, вернемся к соусу. Для того, чтобы приготовить соус, можно нарезать красный острый перец. Можно готовить и без чили. Но на самом деле, как вы знаете, я люблю очень острое, поэтому я буду делать с чили. Ларис, как думаешь, хватит? Ну, думаю, что да. Теперь мелко-мелко-мелко и скрошим. Если у вас очень чувствительные руки, лучше делать это в перчатках. Потому что в хорошей чили он реально и через кожу начинает печь. Ну и, боже упаси, после этой процедуры трогать какие-нибудь слизистые. Глаза, нос, губы, руки будут очень острые. Еще достаточно долгий промежуток времени. Ну, конечно, когда мы работаем с большим количеством перца, то я делаю это в перчатках. Все ингредиенты для соуса отправляем в сотейник. В первую очередь наш чили пошел в сотейник. Далее вино. Кстати, очень вкусно получается и с лишневым вареньем. Ну, в данном случае будет с клубничным вареньем. Клубничное варенье. Малиновое. Ой, малиновое варенье, извините. Что-то мне клубничного варенья захотелось. И соус томатный. Все это хорошенько размешаем. Пока мясо маринуется, доведем соус до кипения на среднем огне. Периодически помешивая. После того, как соус начал закипать, досолим его чуть-чуть. Буквально на кончике ножа. Всегда можно попробовать на вкус. Проварим несколько минут. Минуты 3-4. Чтобы он немножко загустел на медленном огне. Постоянно помешивая, чтобы наш соус не подгорел. И вернемся к телятине. Приступим к сборке. А пока будем собирать, наш главный негустатор получит кусочек говядинки. Телятинки. Кирюш, бери, не стесняйся. Итак. Укладываем сыр. Поверх сыра укладываем ветчину. И заворачиваем вот таким вот образом. Остаток обрезаем. Ну да, то, что лишнее, то, что сильно выступает. Подрезаем, чтобы наш шницель имел аккуратный внешний вид. И главному дегустатору осталось. Вот получаем такой красивенький, аккуратненький шницель. Точно так же поступаем со вторым бифштексом. Ку-ку. Дегустатор очень хочет говядинки. Иди сюда, я тебе дам кусочек. Кс-кс-кс. Иди вот, на твоем месте лежит. Аккуратненько заворачиваем наш шницель и лишние выступающие ненужные части, скажем так, отрезаем. Краешки шницеля сжимаем между собой, как бы залепливаем. Похоже на большой вареник получается. На разогретую сковородку наливаем растительное масло. Пока масло разогревается, приступим к панировке. В первую очередь обволакиваем... Ну, как? Обваливаем. Обваливаем. Мне что-то кажется, что слово обваливаем, это не совсем правильно. Обваливаем наш шницель в муке. Но, наверное, все-таки обваливаем. Тут не валяться, а обвалка. Ключевое слово. Теперь окунаем его во взбитое яйцо. Плохо окунулась, Лариса. Искупаем хорошо. И хорошенько обваливаем. Ну, в нашем случае, в тертом белом хлебе, мы трем батон для панировки. Вот мне очень нравится такая панировка. Ну, или, если не хотите заморачиваться, в обычных панировочных сухарях. Отправляем все это дело на сковородку. Я включаю секундомер, для того, чтобы сказать вам, сколько мы будем жарить на каждой из сторон. В это время, друзья, приступим ко второму шницелю. Точно такую же процедуру проводим с ним. Хорошенько купаем во взбитом яйце. Обваливаем в панировочных сухарях. И отправляем его к его родному братишке. Пусть тоже пожарится. Через 2 минуты переворачиваем шницель на другую сторону. Ай, какая красота! Отлично прожарился. А этот мог бы еще полминутки. И обжариваем 2 минуты с другой стороны. Ровно 4 минуты. И шницель готов. Выкладываем его на бумажное полотенце. Для того, чтобы стекло масло и немножко впиталось. Ждем, пока остынет. Подавать кордон блю, друзья, лучше всего с картофельным пюре. Ну, не знаю, может быть и не лучше. Но мне так больше всего нравится. И, естественно, я вам хочу показать эту красоту на разрезе. Нежная, сочная телятина, которая не успела зажариться в сухарь. Она именно нежная и сочная. С ветчиной и с расплавленным сыром. И вот смотрите, там внутри сок. Это просто супер! Оно настолько сочное и настолько вкусное. А здесь сырочек вытекает. Видите, какая красота! Ну что, друзья, давайте попробуем. Отрезаем кусочек нежнейшего шницеля. Обмакиваем его в сладкий соус. И наслаждаемся. Это реально наслаждение. По-другому это не назовешь. Нежнейшая, просто нежнейшая, сочная, в меру зажаренная телятина. Ветчина. Вкусный сыр. И все это со сладким малиновым, да? Малиновый, а не клубничный. Что-то я его клубничным все время хочу назвать. Клубники хочу. Реально Новый год на насло. Я хочу клубники. Это настолько потрясное зачитание. Вообще соусы можно делать любые на ваш вкус. Можно вообще и без соуса. Вообще это блюдо праздничное. Можно сделать сливочный соус, допустим. Можно сделать какой-нибудь майонезный соус с чесночком. Но со сладким соусом это просто нечто. Друзья, попробуйте приготовить такое блюдо для своей семьи или для своего любимого человека. Или просто на семейный какой-нибудь праздничный ужин. Поверьте, вы не пожалеете. Оно очень классное, очень вкусное. А у нас сегодня предновогодний семейный ужин. Поэтому мы тоже, так сказать, придадимся радости такой. Друзья, надеюсь, что рецепт вам понравится. Попробуйте его приготовить. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. А мы с Ларисой будем готовить для вас новые интересные блюда. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok